Слова поздравления в адрес Екатерины Генриховны сегодня звучат не только от президента. Юбилей долгожительницы отмечают в большом кругу родных и близких. Без внимания труженицу тыла в этот день не оставили и народные избранники, а также представители городской администрации. Я восхищаюсь вами, хочу пожелать вам здоровья, благополучия. Вы являетесь явным примером для того, для нашего поколения и для подрастающего поколения, что вы это все прошли. Ей было всего девять, когда война постучалась в дом. Вместе с семьей Екатерина Генриховна была сослана в Казахстан, где за кусок хлеба работала у казахов по хозяйству. Затем началась долгая и тяжелая работа на целине. Пахала на валах поля, сеяла пшеницу. Иногда вспоминается, сколько работала, работали. Работали вот и до 69 лет стажа. В 98 году вместе с дочерью Екатерина Генриховна уехала подальше от тех мест, которые выжгли в ее судьбе черное пятно. С тех пор она живет в маленьком северном городке под названием Нягань. Но и эти времена теперь в прошлом. 90-летний юбилей труженица тыла отмечает в новой благоустроенной квартире. Она не привыкла к роскоши, поэтому своим главным богатством считает родных людей, окруживших ее любовью, вниманием и заботой. Это все-таки большой праздник для нее, для нашей семьи. Все-таки 90 лет у нас. Не у каждого такие даты случаются. И хочется, чтобы побольше в каждую семью приходили тоже такие праздники. Близкие труженицы тыла уже сегодня планируют, как через пять лет снова соберутся вместе за накрытым столом и будут желать юбилеарше здоровья, дарить цветы и подарки. Это будет уже следующий юбилей долгожительницы, который она пообещала встретить в такой же большой и дружной компании.